Добрый вечер уже, уважаемые коллеги. Выступать в последнем всегда тяжело, но я постараюсь долго вас не задерживать. Вот тема, о которой я сегодня хотел поговорить, она, в общем-то, интересная тем, что мы получаем потихонечку новые формы. Вот в 2014 году появилась подкожная МАПТЕРА, в 2014 году был зарегистрирован подкожный герцептин, то есть тростозумаб. И, соответственно, хотел обратиться к президиуму. Скажите, пожалуйста, а как с точки зрения фармакоэкономики сравнивать между собой внутривенное введение, имеющие вот две дозировки, фактически, которые дозируются от массы тела пациентки и подкожная форма, где есть стандартная доза? Как нам сделать выбор? Они должны стоить одинаково, эти препараты? Или все-таки, наверное, за счет каких-то эффектов, может быть, скрытых, подкожная форма имеет право стоить дороже или меньше? Вышел генерик, например, который стоит, там, фиксированная цена на 9 тысяч. То есть это вопрос, к которому, в принципе, к нам обратилась компания, этого не скрываю, мы делали это исследование по их просьбе. И они попросили нас каким-то образом постараться это оценить. Оценить, естественно, мы заглянули в зарубежный опыт, посмотрели, что было сделано за рубежом, какие модели были сделаны, какие эффекты были учтены, вот этой подкожной формы, которая вышла. И мы суммировали вот на этом слайде фактически те эффекты, которые, казалось бы, тоже действующее вещество в этой новой форме, дает нам определенные возможности. Эти возможности, как я говорил, стандартной дозировки не требуют госпитализации, это не внутривенная инъекция. Возможно, это экономит время пациента. И, возможно, экономит время медсестры и врача. Вот один очень важный момент, который, мне казалось бы, тоже важно обсудить. Он связан с тем, что препарат Тростозумаб внутривенный, он дозируется исходя из веса. И вот наш расчет показывает, что где-то 11% препарата, причем препарата довольно дорогостоящего, просто выбрасывается в мусорное ведро. Потому что вы знаете, что мы вот даже поставили свои модели 85% тогда, когда препарат совместно используется из одного флакона для разных пациенток. 15%, допустим, нет. Все равно где-то 11% вещества нужно будет выкинуть просто в мусорное ведро. Причем это достаточно дорогостоящий препарат. Вот стандартная дозировка позволяет нам полностью расходовать все вещество целиком. Еще один важный момент, который очень важен за рубежом, а может быть не так важен, кажется, для Российской Федерации. Вот разница между подкожным ведением и внутривенным ведением. 17 минут. Откуда мы это узнали? Есть достаточно интересное большое исследование, называется Time and Motion. Важно, что три российских онкологических центра принимали участие в этом исследовании. И вот эти данные 17 минут – это для России. То есть это российские данные. Действительно, есть дополнительные 17 минут свободного времени. Но я не знаю, в которой медсестра за рубежом, наверное, сделала бы что-то еще. Наша, возможно, пойдет, попьет дополнительно еще чашку чая. Или отдохнет. Да, вот эти 17 минут, которые есть. Таким образом, мы все-таки, глядя на коллег за рубежом, мы понимаем, что есть некая экономия времени. И на работе мы все-таки должны работать. То есть, соответственно, есть определенная экономия, и, возможно, ее можно перевести в деньги. Еще один момент. Момент связан с тем, что внутривенные инъекции просто хотя бы по тарифу стоят 77 рублей, а подкожные инъекции будут стоить 31 рубль. Казалось бы, копейки, но все-таки их тоже можно учесть при проведении фармакоэкономического анализа. Еще один важный момент – то, что вот это подкожное ведение не требует госпитализации больного. А если уж и требует, то только в дневной стационар. Тогда как внутривенное ведение все-таки лучше делать в условиях стационара или дневного, опять же, стационара. И вот модели, которые мы сделали, есть возможность выставлять, как это проводится в вашем регионе, как вы реально расходуете деньги, кладете вы больного, не кладете, с какой частотой стационар или дневной стационар, чтобы все это рассчитать. И вот эта модель, она позволяет сделать такой свитч, просто переключение. Что будет, если мы фактически откажемся от этой внутривенной формы и перейдем на подкожную форму использования у пациентов? Какие будут, собственно говоря, результаты? Ну, я говорю уже, мы учитываем потери, вес пациента, затраты на услуги медсестры и врача, прямые немедицинские затраты и затраты на совместное использование при введении. Для этого вот построена модель, в которую можно заносить разные характеристики. Поскольку эффективность этого препарата, естественно, одинакова в обоих формах, мы применили анализ минимизации затрат и посчитали услуги, собственно говоря, на тест, на сам тростозумаб, медицинские услуги, сопутствующую лекарственную терапию, госпитализацию, введение и медицинский персонал. И вот как выглядит анализ затрат. Видите, тут стоимость медицинских услуг одинакова в обеих группах. Затраты на лекарственные средства, это сопутствующие имеется в виду лекарственные средства тоже. Тестирование стоит одинаково. Затраты на герцептин есть разница, потому что нет, например, нагрузочной дозы, которая есть в внутривенном введении. Затраты на введение тоже есть разница. Затраты на медицинский персонал, я уже говорил, мы посчитали вот эти 17 минут экономии времени. Но при желании в моделях можно исключить и посмотреть результат без этого показателя. Затраты на госпитализацию в подкожной форме 0,37 тысяч стоит. Это в группе, речь идет о лечении на одну пациентку за курс, то есть годовой курс лечения, 37 тысяч 405 рублей. И видите общую сумму затрат, которая отказывается в подкожной форме несколько ниже, чем та, которая была у нас с вами при внутривенном введении. И мы дальше посчитали несколько разных регионов. Мы посмотрели действительно региональные цифры. Вот посмотрели Москву, посмотрели Московскую область. Здесь цифры удивительно совпали. И там, и там снижение затрат получится порядка 27%. Вот цифры по Петербургу очень схожи по Москве. На самом деле тоже порядка 26%, которые мы будем с вами иметь. И мы сделали такой расчет, который называется анализ влияния на бюджет. То есть подставили количество пациентов, которые получают эту терапию, и какая теоретически возможна выгода при вот этом переключении внутривенной формы на подкожную, в том числе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вот так выглядит интерфейс модели. Здесь есть возможность все эти цифры менять. Вы можете выбрать регион, можете выбрать количество пациентов, можете включить расчет по средней массе пациента или по определенной массе. Вот здесь вот эти находятся такие движущиеся элементы, бегунки, как мы их называем, с помощью которых вы можете двигать и выставлять различные значения. Ноль госпитализации или 100% дневной стационар, например, в этом регионе. Можете менять стоимость лекарственных средств и получить определенный результат, который вот у нас показал, что в среднем экономия составит порядка 570 тысяч на одну пациентку за весь курс лечения с учетом вот тех эффектов, которые предоставляет подкожная форма по сравнению с внутривенной формой ведения. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Есть у кого-то вопросы в аудитории? Скажите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, а вот то, что мы уже обсуждали, когда говорили о том, что фармакоэкономические исследования надо стараться проводить, вы же работаете на кафедре первого меда, если я правильно помню. Я профессор, да, на кафедре. Вот, ну, понятно, когда к вам кто-то обращается с просьбой, с необходимостью провести то или иное фармакоэкономическое исследование, у вас есть знания, умения и навыки это делать. А вы сами бываете инициатором каких-то исследований, которые вас почему-то интересуют? И если да, то что должно произойти? Почему вдруг этот интерес может возникнуть? Ну, наверное, надо привести какой-то пример из реальной своей жизни, да? Могу сказать, что мы, например, сделали в свое время исследование, которое было посвящено теме ортезов. Оно никаким образом не было связано ни с какой-то договорной деятельностью или так далее. Нам просто было реально интересно посмотреть. У нас была тема диссертации. Одна из сотрудниц, которая коррелировала. Мы решили посмотреть рынок ортезов. Он оказался очень большим. Мы посмотрели доказательную базу. Она оказалась минимальной. Мы нашли одно единственное французское исследование, которое показало, что если носить этот ортез, например, при боли в пояснице, то есть то, что раньше называлось остеохондрозом, есть снижение дозировки анальгетиков в два раза, то есть снижается. И на два дня больной раньше выходит на работу. Собственно говоря, это единственное исследование в мире, которое вообще посвящено оценке ортезов. И, собственно говоря, этот рынок и отечественных, и зарубежных настолько велик. Эти ортезы настолько модные. Вы, наверное, видите этих людей, которые ходят в этих ортезах. Доказательной базы очень мало. Стоимость 2-3, а некоторых 7-10 тысяч рублей. Мы провели такой расчет на основании одного единственного, к сожалению, исследования, в частности, посвященного боли в спине хронической. И опубликовали, кстати, этот результат, он есть, который показал, что некоторые модели при определенной цене перекрывают стоимость, а некоторые требуют дополнительного финансирования. Ну и в силу наличия одного исследования, наверное, мы обратились к производителям, потому что доказательная база по ортезам должна быть все-таки расширена. Я почему задал этот вопрос? Сейчас очень активно идет такая тенденция к импортзамещению. И некоторых иногда даже заставляют переходить на какие-то продукты российского производства. Вот есть ли у вас, может быть, в планах оценка некоторых таких технологий, которые мотивированы не какими-то явными клиническими преимуществами, а вот такой государственной позицией, которая сейчас существует в стране? Ну, то, что я докладывал сейчас, это были отечественные препараты теперь. То есть локализованные в России, относящиеся к российским препаратам, несмотря на то, что вы понимаете, что изначально это компания РОШ производства. Надо сказать, что вот этот вопрос взаимозаменяемости, он, наверное, достаточно сложный. После того, как, наверное, эти правила будут определены, здесь сработает с точки зрения фармакоэкономики только один возможный вариант. Если эти препараты взаимозаменяемы, то тут и позиция ФАС, и позиция многих других структур, значит, надо будет выбирать по цене, если они взаимозаменяемы. Здесь предметов фармакоэкономики прямого такого, наверное, нет. Да, я тут даже больше не про фармакоэкономика, про технологии какие-то, которые тоже приходится сейчас оценивать. Ну, там, давайте всех чиновников пересадим на Волге. Однако потом, если посчитать, то оказывается, что ремонтировать эту Волгу получается там дороже, чем иметь один хороший Мерседес. Что? Ну, или Ауди, неважно. Кто что любит, да? Есть ограничения на покупку, через 2 миллиона рублей. Ну, Тойоту там, неважно. Александр Валерьевич, можно по слову? Просто задали такой важный вопрос, и я чувствую, что вот сейчас мы просто закончим. Вы просто, вы же понимаете, что команда, которая считает фармакоэкономику, это инструмент. Дорогой, высокоэффективный инструмент. Вы сейчас спрашиваете электронный микроскоп, ты что хочешь там посмотреть? Вы же понимаете, что есть заказчик исследований, есть те, кому это нужно, и они обращаются к команде, и они выполняют это исследование. И на самом деле, когда мы говорим, делаем ли мы какие-то исследования по своей инициативе, но это прежде всего так и не называется, инициативное исследование, это диссертационное исследование. И уж откуда они берутся, то есть хочет ли главный специалист что-то в чем-то разобраться, или вот возникла какая-то идея там у заведующего кафедры и так далее. То есть вот этот ресурс, он на самом деле недостаточно используется. И вторая есть еще область, и есть такой игрок, это научные институты региональные. Они есть во многих регионах, может быть, в большинстве регионов. И они должны заниматься региональными проблемами. И эти региональные институты должны хотеть, чтобы тоже там делали экономику, чтобы смотрели на регионе, делали хотя бы какие-то простые вещи, может быть, потихонечку дорастая. Как вы думаете, это вполне такой ресурс? Ресурс. Спасибо. И, наверное, вот хочу немножко вернуться к выступлению Розы Смаилны, поскольку мы работаем на одной кафедре. Вот она сегодня представила, может быть, такую первую попытку вообще оценить более 40 препаратов одновременно в онкологии. Мы сейчас делаем подобное уже и в сахарном диабете, то есть сравниваем 8 групп разных препаратов между собой. Это на самом деле колоссальный труд, потому что здесь основной момент, это, конечно, доказательная база по эффективности. Продолжение следует...